Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Всего на торги в этом году планируется выставить не менее миллиона кубов древесины, в результате чего доход в бюджеты всех уровней составит минимум 500 миллионов рублей. Также власти хотят повысить собираемость арендных платежей и сократить ущерб от незаконных рубок. Программа Экономика. Число работников в малом бизнесе сократилось. Их численность в прошлом году составила 115 тысяч человек. Это, по данным Кировстата, на полтора процента меньше в сравнении с 2015 годом. Зарплата в малом бизнесе порядка 17 тысяч рублей. Несмотря на заметный рост за год 10 процентов, она все равно не дотягивает до среднеобластного уровня и составляет от него лишь 72 процента. Самые высокие зарплаты на предприятиях, которые занимаются финансовой деятельностью, 22 с половиной тысячи. Самые низкие в сельском и лесном хозяйстве 14 тысяч рублей. Экономика. На 101 АФМ. Далее информация от наших партнеров. Просроченные долги кировчан оцениваются в 6,5 миллиардов рублей. Это задолженность по кредитам наличными, автокредитам, ипотеке и кредитным картам. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро по итогам 2016 года. Одним из способов решения проблемы с долгами может стать личное банкротство. Закон о банкротстве физических лиц устанавливает для этого два условия. Задолженность должна быть не менее 500 тысяч рублей, а срок неисполнения обязательств от трех месяцев. Можно ли рассчитывать на эту процедуру с меньшими долгами? Отвечает и директор многопрофильного правового центра, преподаватель Московского юридического университета Евгения Черкова. Но если мы посмотрим другие статьи, то в законе указано, что гражданин вправе подать в суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства и при наличии обстоятельств, которые очевидно свидетельствуют о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок. В данном случае не говорится ни о каких-либо сроках или суммах, то есть гражданин имеет право обратиться с заявлением о собственном банкротстве с любой задолженностью, которую он не в состоянии погасить. Чтобы оценить перспективы личного банкротства, можно записаться на бесплатную консультацию в многопрофильном правовом центре по телефону 326-888, Октябрьский проспект 90, сайт юристкиров.рф. И о валютах. Доллар на сегодня 57.23, евро стоит 61 рубль 73 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.